Это проект «Место происшествия» на первом городском телеканале в Кирове. Эксклюзив неподдельной эмоции, то, к чему нельзя быть равнодушным. В студии Сергей Пичугин. Здравствуйте. Вначале коротко о самом важном. Едва не сбросила сонату с путепровода. Не смогла справиться с заносом девушка-водитель Киарео на улице Воровского. Даже не здрасте, ничего. Обычно, по сожалению, здорово, и сам здравствуйте. А эти вообще молча сили. Аккумуляторы, инструменты, даже рога. В Кирове начали судить двух серийных воров Александра и Владимира. Особые приметы – татуировки. Полиция разыскивает мужчину, который подозревается в краже телефона, банковской карты и денег. Сергей, пойдем к патрону машины. Сергей. Включай. Давай. На ногах не стоял и все отрицал. Машина, причастная к ДТП, уехала с места. Да, уехала. С места ДТП. Закончено расследование по ДТП с пьяным водителем Ниссана в Чистых прудах. Не смогла справиться с заносом девушка-водитель Киарео на улице Воровского. Автоледи резко перестроилась из ряда в ряд, при этом сильно нажала на газ и потеряла управление. А далее столкновение со встречным Хёнде. Неудачный маневр девушки и само ДТП зафиксировала камера наблюдения. Авария произошла во вторник примерно в 11 утра на путепроводе по улице Воровского. На съемке видно, как белый Киарео резко перестраивается. Далее машину крутят из стороны в сторону и она врезается в Хёнде Саната. Как выяснилось, не справилась с управлением 31-летняя девушка за рулем Рео. После мощного удара оба авто получили серьезные повреждения. Вероятная виновница ДТП травмировалась и обратилась за медицинской помощью. Кстати, водителю Санаты повезло, что его авто не перелетело через ограждение и не упало с путепровода. Вечером 6 декабря в Малмышском районе на 291-м километре дороги Киров-Малмыш-Шведские поляны произошла трагедия. По предварительным данным, 27-летняя девушка-водитель ваза 14-й модели наехала на двух человек. На 5-летнего мальчика и 45-летнюю женщину. Пешеходы переходили дорогу по правилам в зоне действия знаков «Пешеходный переход». В итоге мальчик погиб. Женщина получила травмы и ей потребовалась медицинская помощь. В отношении вероятной виновницы ДТП возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 5 лет лишения свободы. В микрорайоне «Чистые пруды» на улице Чистопрудненской столкнулись два автомобиля. ВАЗ-12 модели и Рено Логан. По данным ГИБДД, в этой аварии обошлось без пострадавших. Сергей Пичугин. Место происшествия. Полиция разыскивает мужчину, который подозревается в краже телефона, банковской карты и денег. Где сейчас этот мужчина, неизвестно, но шансы найти его есть. Хорошие приметы какие, узнаете в рубрике «Сводка». Сотрудники первого отдела полиции разыскивают подозреваемого в краже телефона, банковской карты и денег. Приметы мужчины на вид 50-55 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 сантиметров, на голове короткие седые волосы. Особые приметы. Нет нескольких зубов. На пальцах левой руки татуировки в виде перстней. На кисти татуировка в виде паутины. Информацию о местонахождении этого мужчины просят сообщить в полицию по телефону 8-961-74-79-163-67-43-23 или 102. Полиция ищет еще одного мужчину. По предварительным данным, 16 ноября в период с 8 утра до 13 часов дня он расплатился чужой банковской картой. Это произошло в магазине по адресу улицы Воровского, 77А. Предполагаемый злоумышленник попал в объектив камеры наблюдения. Его приметы на вид 30-40 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в черную шапку, темную зимнюю куртку, серые рабочие штаны, зимние ботинки. Информацию об этом мужчине просят сообщить в полицию по телефону 8-912-733-98-86-67-43-18 или 102. И немного позитива. Сержант полиции Зуевки Александр Газ попробовал себя в роли врача-акушера. Ночью он и фельдшер Ольга Козлова возвращались из Кирова в райцентр на автомобиле скорой помощи. В пути они узнали, что в поселке Симошино беременная женщина уже вот-вот готова родить. Малыш в итоге появился на свет прямо в машине по дороге в роддом Зуевки. Сейчас состояние мамы и ребенка удовлетворительное. Сергей Пичугин, место происшествия. В Кирове начали судить двух серийных воров. Мужчинам предъявили обвинение по восьми эпизодам хищения. Напомним, задержали Александра и Владимира год назад на улице Гайдара прямо в машине такси. Оперативники поймали злоумышленников с поличным. Очевидцем задержания стал таксист. Он рассказал подробности. Такого таксист Сергей не видел даже в кино. Задержание прямо в его машине, как в боевике. По словам мужчины, он взял заявку по адресу Кучо-2. Двое клиентов сразу показались ему странными. Погрузили в машину сумки и молчали. Сумка ихняя? Да, сумка ихняя. Даже не здрасте, ничего. Обычно послужили, здороваются, и сами здравствуйте. А эти вообще молча сели. Если верить Сергею, ехать нужно было на улицу Орджоникидзе. Это совсем недалеко. Они сели в машину, что говорили? Ничего не говорили. Рассчитали, сразу же деньги отдали. Сколько их человек было в основе? Двое. Двое? Один спереди, другой. Откуда они вышли? Они вышли из Кучо-2, с первого подъезда. С задержанными не церемонились. Полицейские во время задержания надели на них наручники. Молодой человек. Что? Закупи сюда. Я не хочу. За что тебя задержали? Я не знаю. Полицейские изъяли похищенное. Это аккумулятор, инструменты, даже рога. Вскоре выяснилось, что обвиняемые причастны к восьми подобным эпизодам. Ноги. Дальше сажеры. Сейчас дело в отношении 40-летнего Александра Шишкина и 37-летнего Владимира Ситникова рассматривает Октябрьский районный суд. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы. При вынесении приговора судья, скорее всего, учтет их прошлые судимости и наказание будет максимально строгим. Сергей Пичугин, Михаил Вагин, Павел Москвин. Место происшествия. Сейчас мы прервемся на короткую паузу. Она пройдет быстро. Не переключайтесь. Сергей, пойдем к патрону. Сергей. Отключай. Давай. На ногах не стоял и все отрицал. Машина причастна к ДТП и уехала с места. Уехала, уехала. С места ДТП. Закончено расследование по ДТП с пьяным водителем Ниссана в чистых прудах. Пытался встать вдоль бордюра. Притер ведь. На улице Свободы водитель Мазды на ровном месте протаранил припаркованный кроссовер. Ушел в занос. На перекрестке улицы Ленина и современный хулиган на классике, что называется, дал угла. Это проект «Место происшествия». На первом городском телеканале в Кирове мы продолжаем эфир. Следователи закончили расследование по ДТП с пьяным водителем Ниссана в чистых прудах. Напомним, в конце июля на улице 4-й пятилетки мужчина сбил велосипедистку. Кто виновник, рассказали очевидцы. По их словам, неадекватный лихач на полном ходу наехал на женщину. От удара она получила тяжелые травмы. Далее виновник попытался скрыться, но его поймали на улице Попова. Эти кадры сняты сразу после ДТП. Водитель битого Ниссана Кашкай на большой скорости свернул на улицу Гастелло в чистых прудах. Он проехал несколько десятков метров, включил заднюю передачу и направился обратно. Очевидцы предположили, возможно, кто-то устроил ДТП и пытается скрыться. Спустя несколько минут водителя задержали на улице Попова в чистых прудах. Сергей едва стоял на ногах. Мужчина, расскажите, как ДТП произошло? Какое ДТП? ДТП как произошло? Да не было ДТП. Очевидцы говорят, что вы ехали за рулем Ниссана Кашкай и совершили ДТП с велосипедистом. От Сергея пахло спиртным примерно так же, как и в его машине. Под пассажирским сидением разлитое пиво и бутылка. После задержания мужчина был настолько плох, что он поранился о лист профнастила. Сергей, пойдем к патрону. Сергей, включай. Давай. Пройдемте к патрону. Я не против. Ну все, пойдемте. Ну дайте мне покрыть. Пошли там покурить. И там тебе дадут зажигалку. Мы никуда не нашли. Так выглядел велосипед, который сбил предположительно этот Ниссан. Видно, что байк сильно повредился. Пострадавшую с тяжелыми травмами увезла реанимация. Остались свежие дефекты и на автомобиле. С правой стороны следы после наезда на забор, как рассказали очевидцы. А на левой стороне кроссовера вмятины от столкновения с велосипедом. Сергей уверял, он не виновник ДТП. Позже выяснилось, пострадавшей 32-летней женщине был нанесен тяжкий вред здоровью. В отношении, кстати, на тот момент лишенного прав виновника Сергея Степанова возбудили уголовное дело. И сейчас полицейские закончили расследование. Материалы направлены в суд. Сергей Пичугин, Михаил Вагин. Место происшествия. На улице Свободы водитель Мазды на ровном месте протаранил припаркованный кроссовер. Шофер очень старался сделать все аккуратно, но не получилось. Момент ДТП в рубрике «Видеорегистратор» разберет Михаил Вагин. На улице Свободы мастер парковки на Мазде продемонстрировал, как не надо вставать вдоль бордюра. Он не рассчитал маневры и зацепил кроссовер Hyundai. Не стал тормозить на запрещающий сигнал светофора шустрый подросток на улице Карла Маркса. Когда автомобили начали движение на зеленый, мальчик побежал. К счастью, резвого школьника водители вовремя заметили. Подрезал всех и сразу хулиган на ленд-крузере на улице Комсомольской. Рискованный маневр едва не закончился аварией. В левом ряду нарушителя чуть не подбил другой водитель Тойоты. На улице Щорса водитель Ниссана не заметил попутный грузовик и перестроился налево. На перекрестке улиц Московской и Романа Ердякова водитель БМВ не заметил знак движения прямо и решил повернуть налево на парковку торгового центра. По словам автора видео, за рулем была девушка. На перекрестке улиц Ленина и Современной хулиган на классике, что называется, дал угла. Водитель специально ушел в занос на повороте. Судя по видео, никто после этого маневра не пострадал. Михаил Вагин. Место происшествия. Ну а теперь уже традиционная рубрика «Без происшествий». Слово коллеги Илье Кошкину. Всем привет, меня зовут Илья Кошкин. Это рубрика «Без происшествий» и традиционные билеты ПДД. Сегодня мы узнаем, помнят ли водители правила езды во время снегопада. Первый вопрос. При какой неисправности запрещено дальнейшее движение на автомобиле во время дождя и снегопада? Ну, они должны оба работать, но хотя бы водительская сторона должна работать. Очень прекрасно знаю. Я наизу знаю дорожные предприятия, даже лучше, чем любой гаишник Кирова. Неправильные знаки, неправильный светофор. В данный момент намеренный цель Ленина. Светофор включен 110 секунд. Это нет такого нигде. Должно быть 60 секунд. Стеклоочистители. Оба? Да, наверное. То есть не видно, куда едешь. Так, и что может произойти в таком случае? ДТП. Не работает стеклоподъемниками. Заметет, а ты ничего не увидишь. И получается без светофор. Вообще не работают дворники. Потому что, как правило, там двигатель один на оба дворника. Если один не работает, значит и второй не работает. Ну, может быть так, что один отпал просто случайно. А, один отпал. А если один отпал, то он будет скоблить. И к концу поездки стекло треснет. Дворники. Дворники. Какие именно дворники? Вот на лобовом стекле. Или хотя бы одно. С водительской стороны должно работать. Правильный ответ. Не действует стеклоочиститель со стороны водителя. И второй вопрос звучал так. Как следует двигаться по глубокому снегу на грунтовой дороге? Полный газ. Все. Уверенный. Да. И пролетите по снегу? Да. Да нет, на самом деле надо просто тихонько двигаться, чтобы у тебя колеса не буксовали на месте и все. А на какой передаче? На первой. Но если не хватает, можно и вторую включить. Заранее выбранная пониженная передача. Без резких поворотов и остановок. Ну, может машину увезти в сугроб и зарыться автомобиль. Да, все правильно. Сядете на? На пузо. На пузо автоби. На подрамник. Не буксовать, не спокойно ехать на тяг. На какой передаче поедете? На первую, естественно. Если она твердая немножко, надо на второй скорости. А если слишком, тогда надо тихонько, потому что ты застрянешь и все. Правильный ответ на заранее выбранные пониженные передачи без резких поворотов и остановок. Большинство водителей помнят правила езды во время снегопада, но иногда им нужны подсказки. Ну, а вам мы советуем быть внимательными на дорогах при любых погодных условиях. Меня зовут Илья Кушкин. Это рубрика «Без происшествий». И на сегодня это все. Отправить ваше видео с комментарием можно через любой из мессенджеров. Телефон редакции остался тот же, он перед вами на экране. Запишите его и помогите улучшить, а также разнообразить наш проект. Короткие ролики смотрите в инстаграме «Место происшествия», а целый выпуск на ютуб-канале Первого городского. В студии был Сергей Пичугин. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»